Добрый вечер! Вы слушаете свою радио. Сегодня понедельник, ну и, соответственно, начало недели. Как обычно, в это время с 8 до 10 в программе «Живые» появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы беседу-беседуем, музыку их слушаем и получаем совместное удовольствие, сатисфакцию с обеих сторон. Как обычно, по традиции ничего не меняется в этом плане. Сначала песня, ну а затем уже знакомство с музыкантом. Сегодня он здесь один. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! Радость моя, вот и все. Поехали! Боль умерла на рассвете, в нежных верстах облаков розовым шелком струится еще не разившийся день. Вздох мой, как стало легко. Воздух вливается в окна. Время! Мы вышли из дома, мы покинули город, мы стоим над обрывом, встречая рассвет. Поехали! 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 И выше, и выше, и выше Города проплывают под нами И птицы с лекущим криком взмывают Под самое небо, прощаясь с тобой Все для тебя в этот день Горы, реки, травы Это утро, последний подарок земли Так прими его в вечность с собой Плачь, мы уходим отсюда, плачь Небеса в ледяной круговерти Только ветер сияния плачь Ничего нет в прекрасной смерти Субтитры подогнал «Симон» Плачь, слышишь, небо зовет нас, да плачь Сгулом ружат со временем своды От свободы неистовой плачь Беспредельной и страшной свободы Плачь, слышишь, небо зовет нас, да плачь Мы уходим навеки, так плачь Сквозь миры, что распались, как плети Эти реки сияния плачь Ничего нет в прекрасной смерти Ну, в общем, еще раз всем добрый вечер Сегодня здесь Сергей Калугин Ой, добрый вечер, ребятки И сегодня он здесь один, без оргии Без ансамбля Без ансамбля, сам То бишь, да Но мы понимаем продолжение Мы радуемся этому событию Просто потому, что не всегда удается Достать коллектив Тем паче в полном составе Сегодня у нас акустика И это сделано совершенно сознательно Потому что музыка оргии и проведников Во всех проявлениях хороша А музыка Калугина под гитару Это отдельная песня Это отдельная история У которой тоже есть своя собственная почва Которую мы сегодня и будем рыхлить Сообщаю, как с нами связываться Это, возможно, кому-то поможет Ну, может быть, вы пока не в курсе Как написать, как спросить Как задать вопрос Все просто 4647 Это очень короткий и очень запоминающийся номер 4647 Сначала пишите свои Делаете пробельчик А дальше уже ваше сообщение Мы его получаем, читаем Если оно интересно То, само собой, публикуем это дело в эфире Группа ВКонтакте Официальное сообщество своего радио Там тоже все просто Фотография давно выложена Под фотографий уже много Чего за час до начала эфира Люди начали писать и вопросы задавать На этом мы тоже Да, мы тоже почитаем эту историю Там же, кстати, в тексте анонса Сергей Калугин Как музыкант и творец Выделен на его имя синим Значит, активная ссылка Кликая на которую Оказывается у него в сообществе Тоже, между прочим, важная штука Чаты работают для вас Один на сайте своего радио Своерадио.фм Пишите, ну, в смысле Забиваете адрес сайта И попадаете к нам на главную страницу Там уже давным-давно Все понятно И тоже люди пишут Извините Ничего, будь здоров Там же, кстати, сказать Есть и возможность Слушать и видеть Все, что происходит Сверху Плеер длинненький такой С левой стороны в нем Онлайн-аудио Это чтобы слушать Справа онлайн-видео Чтобы смотреть С синим кружочком Кликаете на этот синий кружочек И оказываетесь Картинки Картинку нам предоставляет Планета.ру Замечательная Краудфайнинговая платформа Вот она, картинка есть Там в этой картинке Все видно А рядышком там есть чат В котором также можно отписываться В общем, все, что касается коннекта Я сообщил Теперь можно уже приступать К разговору Как называлась первая песня? А Ну, традиционно называется Радость моя Да, но только народ Начал тут же радостно кричать Боже мой С такой бомбы-то сразу начал Что же дальше-то Что же дальше-то будет Дальше будет так же красиво И так же здорово С чем пришел, скажи мне Ну, помимо того, что с песнями С оформлением Я на самом деле только что Только прилетел Да, прилетел И В общем, не вполне еще Долетел У меня там тонкие оболочки За мной тянутся Рассказывай, где был А был в городе С удивительным названием Мяс Это под Челябинском Там нашлись энтузиасты Девчонки Ну, там не только девчонки Но Глава этой Орговской Ну, когда говоришь Первым делом девчонки Значит, еще Еще не засох совсем Молодец, правильно? Да-да-да Это святое Вот Ну, в общем, они Молочинки Да, сделали концерт В этом городе Никогда в жизни мы там Не выступали Вот А мы, собственно Часто так поступаем Что в качестве Такого щупика Еду я Вот Если все прошло Более-менее благополучно Потом едет трио Потом едет группа в акустике А потом уже, значит С грохотом доезжает В полный электрический состав В Оргейской Какая у вас интересная Схема действия А к нам-то вы в первый раз Пришли сразу в полном звуке Между прочим Ну, как позвали Так, а нет В акустике пришли А, втроем Втроем, да, Юлия Павецкая Ну, да Тоже пошли на разведку сначала Ну, да Окей А в таком формате В первый раз Да Сначала втроем Потом весь состав у нас был Классно Не один раз А теперь вот Получается В этом качестве Как Хотел сказать Барт По губам себя Как 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 акустический исполнитель Давай так Как Вообще, кстати, слово Барт На самом деле Оно же офигенное Ты понимаешь, да Оно просто вот Но потеряло свой смысл Узус не тот, да Как сказал Умный человек Как и слово шансон Рыжит, оно не означало Того, что есть сейчас Конечно Поэтому, ладно Все, Куба я стер В том плане, что Он зря себя стучал Но Акустика С гитаркой Калугин сегодня Вот в первый раз В программе живые Что не может нас Не радовать Смотри, здесь Масса вопросов Ну, вот, например Сразу я зачитаю один После чего споешь Оксана Балкова Видимо, так ставится ударение Вот что пишут Очень давно интересует вопрос Но человека давно интересует Поэтому не могу пропустить Песен в репертуаре много Исходя из каких соображений Критериев перед концертом Составляется светлист Как это вообще происходит Речь, разумеется, не про сольники Там все понятно Сплошная импровизация Как, вот, правда, действительно Как ты составляешь Из каких критериев исходя Не, ну, во-первых Значит Действительно Перед любым Мощным мероприятием Где выступает группа Там все выверяется Вплоть до пауз между песнями По возможности Вот насколько возможно Воздействовать на барабанщика Чтобы он не чесал Значит В затылке слишком долго Вот мы даже паузу Пытаемся выверять Но это, кстати Мы не одни с барабанщиками Я смотрел, как группа Рамштайн Рубится Тоже уже все стоят Тоже смотрят на барабанщика Он медленно поправляет Тарелочку Там-то нормально Беда общая Вот Так вот, значит Садимся Просто тупо садимся С ручкой с бумажкой Начинаем прикидывать То есть Общий сценарий концерта Что мы сегодня делаем Наша задача задолбить ад Или наша задача Наоборот Погрузить в какие-то там Астральные миры Попутешествовать Да, и в зависимости от этого То есть Как калейдоскоп Крутишь Вот по-разному Стеклышки одни и те же А узоры каждый раз Складываются оригинальные Вот И можно Действительно Добиться того Что Будет просто Трэш и угар какой-то А может быть Очень медитативно Там хорошо Все по обществу А вот на самом концерте Когда, допустим Играет полный состав Полный звук В полный звук У тебя бывают Такие моменты Когда вдруг Все останавливается Ты берешь гитару И поешь одну, две А то и три песни В таком вот В акустическом варианте Бывает Но, как правило Это связано с Этими самыми С обрывами струн У музыкантов Порвалась струна А у Темы Он сделал круглые глаза Значит Посемофорил И сбежал за сцену Что делать Вот Тут мы, значит С Юрой Как правило Гитарка флейта Да Вот Володя Постоянно говорит Что, ребят Ну как же это хорошо Получается Ну что, подрезать вам струны Что ли Чтобы на каждом концерте Такую фишку делали Ну вот Ну, в общем Это красивый такой момент Но почему-то Вот мы до конца Его не продумали Так, чтобы сделать Системным Скажем так Сейчас Я думал И тебе должно быть Сейчас так же Я даже подложку уберу Я не могу Это сообщение читать По-другому Дарья Сироткина пишет Дали маме Послушать танец Казанова Про вступление Она сказала Что это похоже На таджикскую музыку Но в основном Понравилось Уже узнает А Сережка все равно молодец Браво Дарья, вы сегодня Фронтмен Вумен Слушай, она попадает в топ Потому что до этого Значит, я помню Когда Негреда вышла Самая лучшая была рецензия Такая вот тоже Пришла Как раз я спел Танец Казанова И пришла фразочка Бубнит, бубнит Как грыжу заговаривает Это было безупречно Оказывается, это таджикская музыка Ты понимаешь Ты сегодня будешь ее петь? Не, я гитару Не ту притащила Ну ладно А то было бы интересно В продолжении Я ступил Но на самом деле Ее тут нормально Подзвучить Доску не получилось бы А хорошая По-настоящему Хорошая акустика У меня только одна И вот на ней Казанову, к сожалению, не поиграешь Ну ладно Давай тогда дальше Что это будет? О, а дальше Дальше это будет Возвращение в Неаполь Я ее очень люблю Поддерживаю Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Сергей Калугин Поехали Минули годы Сбылись Пророчества Вновь я На волны гляжу С корабля Друг мой Отныне Мое Одиночество Уж Не разделить Себя От меня Друг мой Отныне Мое Одиночество Уж Не разделить Себя От меня В море Бросаются Чайки Проворные Песни Русалок Летят К облакам Сердце Мое Навсегда Непокорное Днесь Продвигается К отчим Бредом Бредом Мрамор На земле Святом Постоянстве Следит Как невидимый Простным Глазам Белый Кораблик Из Дальнего Здраствия К Дому Скользит По Лазурным Сетям Белый Кораблик Из Дальнего Здраствия Тихо Скользит По Лазурным Сетям Постоянном Белый Затем Мрежа В странных широтах за грозным экватором Крест одинокий всыпает звездам Вечное солнце горит над небом Вечное небо смеется волнам Вечное солнце горит над небом Вечное небо смеется Вечное солнце горит над небом У Калугина все красиво Тут масса вопросов Я так понимаю Подтянулись твои Твои личные или поклонники группы В целом творчество целиком И масса вопросов задают Достаточно любопытных Есть много проходных Которые я даже и зачитывать не буду У меня тоже масса вопросов Которые я и сам считаю проходными Зачем тогда? Но тут есть вопрос Интересный Например от Алексея Лопахина Добрый вечер Очень приятно слышать Сергея Калугина У меня вот такой вопрос Сергей на одном из концертов Много лет назад Вы сказали Что относите себя Ко второму эшелону Российской рок-музыки Многое изменилось С тех пор И Оргия сегодня занимает Топы и хит-парадов А то разделение на эшелоны На рок-сцене Осталось на ваш взгляд Или нет И что оно значило тогда И что значит сегодня Спасибо Ну это просто на самом деле Возрастные какие-то дела То есть вот И возраст, поколение Общность какого-то сюжета Жизненного Да Ну вот Потому что Ну Все равно есть разница Между предыдущим поколением Которое впрыгнуло В информационный поезд На волне крушения империи Да То есть это Блок там ДДТ Аквариум Кино Алиса и так далее И тем кто пришел Уже после того Как наоборот Рок-музыки все Каналы перекрыли Да То есть после Вернее как раз В момент 96-го года А вот помните Последняя программа А с гражданской обороной В телевизоре Да Это был последний Такой вот момент Последнюю программу Прикрыли И А собственно говоря Я с 93-го года И начал выступать И вот Мое поколение Оно как раз Под вот этот кляп И попало Вот Ну и собственно говоря Чего Ну общность Вот я говорю Жизненного сюжета Вот Оля Арифева Тогда же собственно начинало Может быть там С полуга Стартовали То есть ты считаешь Что просто это не очень Удачное время Для старта было что ли Чтобы стать первым Оно было В каких-то аспектах Оно было Может быть даже удачнее В каких-то аспектах Менее Потому что Ну Тут очень сложно говорить О плюсах и минусах Каких-то Ну вот Ну Ну то есть Например То есть У нашего поколения Уже сходу Не было проблем Аппаратурного характера Скажем так Об которой расшибались Там в советские времена Люди Потому что Я помню Что синтезатор Ямаха ДХ-7 Стоил 11 тысяч рублей При цене за Жигули Там В 5 тысяч И при зарплате В 120 Да Рублей Да Рублей И с готовностью Людей воспринимать Что-то такое С этим похуже Но мы работаем Стараемся Да Понятно Что сейчас я расскажу Историю не с 90-ми Связанную Несколько раньше Это были 70-е годы У мамы актрисы Зарплата была 120 рублей Сейчас как помню Она была ведущей Актрисой театра И очень много было Всех разных Внутри Там доплат каких-то Потому что играла Она из 12 Или 14 Репертуарных спектаклей 10 Ну понятно Да То есть Выше зарплаты Актера в театре Быть не могло А я хотел велосипед Себе Вот домой Велосипед Потому что занимался Велоспортом Там были свои дела Надо было свой велосипед Купить И стоил он Сволочь 100 рублей Вот И я тогда еще Юноша Совсем мальчик Сколько мне там было Так господи Мам Купи мне велик Она говорит У меня зарплата 120 рублей Он стоит 100 Как Я говорю Так 20 еще останется Знаешь Настолько Мне тогда Пацану казалось Ну что 20 рублей Это такие бабки Реально Тогда-то это были деньги Но Понятное дело Что велик Мне она не купила Потом мне его уже выдали Потому что занимался Ну спортивная организация Скола Олимпийского резерва И так далее Я велоспортом Серьезно занимался В свое время Это вот это вот С таким изогнутым рулем Да Да Ну шоссейный Я мастер спорта Кстати По велосипедному спорту Я чемпион России Среди юношей Ты чего Я в 14 лет Стал чемпионом Российской Федерации Тогда СССР был Правда В 15 лет разбился Напрочь Так что переломал себе все И все Для меня спорт был закрыт Мои однокомандники Сейчас я об этом впервые По-моему рассказываю Мои однокомандники Четыре человека В команде Шоссейный гонок Ну там так Свои дела Вот Они стали после этого Чемпионом Один чемпионом мира Дважды Олимпийским чемпионом Еще один стал Четвертый Третий То бишь сейчас Тренирует в Италии По-моему сборную Чемпи И так далее А я был в самой перспективной Потому что самый молодой был я Мне было 14 Мне по 15 Мне год приписывали Потому что там По юношеским этим делам Нельзя было никак Да ты что Я очень серьезно занимался этим делом И когда в конце концов Доктор ко мне пришел А я весь на растяжках Лежу в этих гипсах Пришел так И долго-долго подходил К этому моменту Потом вдруг сказал Все дорогой Мы тебя списываем Ох какая была у меня истерика Ты что Я думаю Я себе такие планы строил уже Да Ну вот что ты вдруг Это отвлекся Про велик Вспомнили Как это Душа заиграла Сегодня здесь Сергей Калугин Кстати за звукорежиссерским пультом Иван Лубянов Это звукорежиссер коллектива Оргия Праведников Да Это касательно того звука Который вы слышите Сегодня Звукорежиссер коллектива За пультом Так Сергей скажите А если бы у вас была возможность Вернуться в прошлое И что-то изменить в жизни Что бы это могло быть Даня Константинов Такой интересный Философский вопрос В данном случае Вот что бы ты хотел изменить В прошлом В своем может быть прошлом В прошлом страны Мира Уж не знаю Не знаю как насчет страны и мира Это самое Но я бы взял метроном Отправился в какой-нибудь 82-й год И этим метрономом Долго бил по голове Кого? Самого себя Чего так? Занимайся идиот Я бы показал пару нюансов Вот И да Чем занимаешься? Ты прекрасно играешь на инструменте Ты прекрасно поешь Что тебе в себе Знаешь, анекдот про крокодильчиков Помнишь? Нет Летающих, да? Нет Это не для эфира Но все его знают Если бы вы знали как нас тут Бьют То бишь Так вот Просто дело в том Что я в результате Там В 35 лет Начал постигать Вещи Которые по идее На самом деле Надо было прорубать Лет в 18 Как это принято На белом свете И более того Вот мне сейчас там Сколько? Год назад Я опять понял Что я не умею играть на гитаре Просто от слова совсем Вот Есть такие базовые Какие-то моменты Которые, например В традиционной системе образования Типа Беркли Да Они сразу ставятся На свои места Вот А мы тут немножечко Велосипеды изобретаем Вот Ну вот, пожалуй, и все Все экология стала прибедняться Я не понимаю, зачем сейчас Че-че? Че ты прибедняешься? Все у тебя прекрасно Знаешь, я в свое время Простя, что перебиваю Мне тоже в 48 Умею право тебя перебить Значит Как? К какому выводу для себя пришел? Мне как Ну, когда-то казалось Что все у меня в жизни Случается поздно Ну, что ж такое Вот там Кто-то уже вот Добился того А я вот что-то как-то Вот здесь еще накажусь Тема, тема, да Есть такие мысли бывают Есть, да Правильно Когда в 30 лет я понял Что все как бы у меня случилось Все же в профессиональном смысле В человеческом Потом Как только я об этом подумал Господь сказал На тебе, 98-й год И Кириенко под боком Бух и кризис Все И все опять с нуля Я потом сделал для себя вывод Что ничего поздно не бывает Это точно Все бывает исключительно вовремя Это нам хочется Так, чтобы все было раньше Мы торопим жизнь почему-то Чего ее торопить? Она идет своим чередом И терпит На самом деле с тобой согласен Потому что, в принципе Я ответ на этот вопрос Высасывал из пальца Вот и думаю Ну, что ему сказать Ну, заниматься надо было Ну, может быть На кого-то это подействует Что он сейчас начнет заниматься Это никогда не лишнее А я что хотел сказать Я тоже, я помню В 30 лет начинал Ну, все, жизнь кончена Кирдык Вот И, короче говоря В 31 год я купил свою Наконец-то первую косуху А в 33 я сделал свой первый ракет И вот после этого я понял Что ничего не поздно А в 50 делаешь первую татуху Кстати, да Первую татуху Вот И наконец-то куплю Более тяжелый мотик Чем то, что у меня Так что ничего не бывает поздно Вообще, вообще ничего не поздно Мне кажется, что мужчина Который начинает думать О таких вещах После 45-ти Это здравомыслячий мужчина Молодой Свежий И, слава богу, еще имеющий Огромную перспективу Творческую впереди Давай-ка попоем еще Ну, хорошо Что это будет Сейчас я подумаю Я сам не знаю, что это будет А сколько тебе надо времени Чтобы подумать А, если он наиграет и поймет Хорошо Тогда не отвлекаем Сергей Калугин На своем радио В программе Живые Субтитры создавал DimaTorzok Не видя солнца И планет Не знал Что творится в мире Один коктейль В пустой квартире Художник массов Пишет свет Художник дядь Как и все Но искушен В незримой битве В нем самодвижная молитва Стучит, как белка В колесе Он пишет ночью Пишет днем Он пишет темперой И мелом Он пишет белое На белом И божий свет Струится в нем Заря Окутывает дом Свои багряны Парфирой Художник массов За кефиром Грядет в соседний Гастроном И вновь спешит Вернуться в клест Что шире неба И вселенной Чтоб свет предмирный Свет нетленный А холст Презренный А берез Вернуться в клест-клест-клестер Тому назад пятнадцать лет Я плакал предрассветной ранью И все твердил, как оправдание Художник в массе пишет свет Субтитры создавал DimaTorzok А потом стало понятно, что если группа к нам приходила уже неоднократно С живым, полным звуком, то почему бы не показать ее с другой стороны Вот сегодня Сергей Калугин здесь без оргии, но праведный, что важно Дико праведный, да, дико, например, в диком угаре Станислав Павлов вот что пишет Первый раз я увидел Калугина в видео, где он стих про селедку рассказывает Тогда подумал, что он похож на солиста группы «Пилот» или «Ючерта» Оказалось, не он Знаю, что музыканты не любят, когда их сравнивают, но тут немного другое Я увидел какое-то внешнее сходство Хотя раньше с инфой вообще туго было Интернета у меня тогда еще не было Обменивались инфой на дисках Вот раз уж Станислав упомянул стихи И сегодня не единственный человек уже говорил о том, что хорошо было бы Если бы Сергей почитал бы стихи Расквартирник, раз такая тихая, спокойная обстановка Ты не готовил никаких стихотворений? Нет, ну можно сходу сообразить что-нибудь такое, да? Ну если сообразишь, то мы были бы тебе благодарны Бу-бу-бу-бу-бу-бу Понимаешь, какая штука? Мы, в общем, стараемся все наиболее убедительные тексты Вот с какого-то момента традиция таких литературно-музыкальных композиций Она, мелодикламация и прочее, то есть она в Ворге очень здорово живет То есть у нас такое серебряно-вековое начало, оно никогда не делается Очень-очень любим вставлять именно стихи в большие развертые музыкальные композиции В этой связи просто большая часть, на самом деле, их таким образом уже задействована И поэтому их читать, это как вот выдрать отдельно из песни Ну а новенького ничего нет такого пока? А новенького, вот понимаешь, вот самое последнее, что было, это вот второй Венок Санетов Вот, ну целиком, вот я сижу, вместе с тобой просто размышляю сейчас, что делать Потому что, ну, Венок Санетов — это 15 стихотворений, это мы охереем, если я буду... Нормально, ты же праведный, не забывай Да Тебе можно А, значит, поэтому мы можем сделать так Я могу оттуда 2-3 прочитать, да, из второго Венка, почему нет? Можем, а мы можем это делать по ходу? Да, вполне Одно сейчас, потом попоём, попоём, потом ещё, и будет тогда вот та самая композиция Давай? Хорошо, вот, ну, в общем, да, первый санет из второго Венка Санетов, да Мы предоставим слову наполнять проточенные временем ложбины Строиться вольно, то за пятью пять превосходить уступы и теснины Чтоб вслед за тем с немыслимых высот обрушиться ярящимся каскадом Поистине для слова нет преграды Им создан мир, и всяка тварь живёт Чужда и страшна собственная речь Тому, кто слову дал свободну течь Невыносимо умственному взору Гремят глаголы, ширится поток Да не отвергнет милосердный Бог Внимающих себе, как приговору Ты это сделал Спасибо Это такой, на самом деле, слэер, только в словах Гениально, а дальше мы тогда по ходу эфира почитаем ещё Ну мы, что-то я сейчас присоокупился вдруг Ну, в смысле, Сергей Мы, я имел в виду программа Даст возможность послушать твои стихи ещё Прежде чем следующая песня прозвучит Я хочу вообще-то поздравить и тебя, и коллектив Оргия Праведников С тем успехом, который, ну, собственно, успех вам сопутствует, дай бог, последний В смысле, последний, как не любите вы, наверное, употреблять все музыканты Текущие годы Да Пусть будет так И особый успех я хочу подчеркнуть при сборе средств на планете О, да, хорошо, что вспомнил Дальше, по-моему, дня за два собрали денежку-то Ну, феерия, да, то есть мы поставили полмиллиона Насколько было? На три месяца, по-моему, да? Ну, думаю, ну, может То есть, вообще, на самом деле, надо объяснять, что к чему Потому что у нас, значит, записан новый альбом Альбом сводится, вот, альбом надо выпускать И каждый раз, вот, перед этим, вот, на протяжении лет Мы ныряли в долговую яму, из которой потом много лет выбирались, да? Вот, ну, оно, как бы, ничего было с уходящим солнцем Потому что тогда диски ещё продавались по полной программе Вот, и мы отбились там молниеносно А вот, когда рухнул физический носитель, это стало очень проблемным И вот, там, по три, по четыре года отдавали транши Которые брали именно на выпуск альбома, да? И мы такие сидим, думаем, боже мой, сил больше нет так поступать А ты сам, а что делать? И тут вот кто-то вспомнил, значит, про этот краудфандинговый Говорит, а чем, чёрт, не шутен, да, попробуем Вот, ну, мы поставили, значит, взяли полмиллиона Это, на самом деле, меньше, чем нужно Вот, но подумали, что большую сумму ставить просто абсурдно Там никто не накидает, всё скажут, что мы зажрались там и так далее Никто же не представляет себе, какие расходы это Никто не представляет Никто не представляет Вот, ну, в общем, поставили поллимона, думаем, что будет Мы поллимона собрали, ребята, за два дня Два дня, да Два дня Ну, и потом на протяжении вот всего этого самого срока, который идёт Значит, там ещё накидали, вот сейчас 800 тысяч Ну, надо сказать, что мы все на руки-то не получим Потому что есть там ноги, там где-то около четверти уходят там на непосредственно Ну, чтобы ты понимал, мы поставили в своё время Мы тоже поставили рекорд в своё время, как радиостанция, которая была создана благодаря деньгам от народа Мы ставили два миллиона в лето А я помню, кстати, хорошо Все говорили, что летом невозможно Мы собрали больше двух, но на руки получили миллион шестьсот Ну, вот да Вот это к тому, к тем людям, которые говорят, что это типа Но, самое интересное, ты очень верную вещь сказал Скажут, что зажрались Как только мы стали собирать эти деньги, я тут же стал получать массовую информацию от других людей Мне писали и в личку, и в публичку Куда столько бабла? Я тебе за 50 тысяч сейчас интернет-радиостанцию сваргаю Да-да-да-да-да-да Оно будет работать Нафига тебе такие-то чистосы... Что будешь с ними делать? Солить, что ли? Солить, ты их себе на жизнь собираешь? Может, ты себе домик хочешь построить? Ребят, слушайте, ну вот вам бы объяснять всё это надо по полочкам В итоге вот вся эта история Которую сейчас все видят, стоит 3 А я чуть не удивлен Это еще дешево Это еще дешево, учитывая тот момент Что мы многие вещи покупали со скидкой Потому что нашлись добрые люди Которые помогали нам продавать то, что нам нужно Дешевле, чем есть на рынке, скажем И то 3, вот тот миллион 600 Который нам отдали на руки Потому что налоги Еще миллион 400, откуда взялся, как ты думаешь? Вот они тебе карманы, да, откуда взялся Так вот, как объяснить людям, что 500 тысяч На выпуск альбома Это не просто тьфу Это даже и тьфу не скажешь В этой связи Значит, сбор еще не закончен Он продолжается до 1 декабря И надо понимать, что Кронфани, конечно, мы не с протянутой все рукой ставим Это предпродаж То есть приходите туда, там у нас офигенные Всякие лоты есть Причем мы так посмотрели, но народ обычно Там диск с автографом, майка с автографом Но это все у нас тоже есть Когда у нас уже по полмиллиона мы прошли Думаю, пора начинать отвязываться И мы, значит, чего там только не напихали У нас студийные сессии Там консультации Уроки акустической гитары Уроки вокала Вплоть до прогулок на мотоцикле Теперь куражиться начали Начали куражиться, да Вот То есть там реально есть лоток Экскурсия с Калугиным На мотоцикле по Москве Вот Я уже, значит, четырех пылких дев Откатал Вот Девы были в их сталь То есть Мне потом кто сказал А бывшая жена мне говорит А жена тоже знает Бывшая Нет, жена знает Вот Она нормальная Вот Бывшая мне хорошо сказала Говорит Это только ты, Калугин Такая эта морда Мог умудриться, значит, зарабатывать для группы деньги Катаясь на мотоцикле с девушками по Москве Я знаю Но тем не менее Есть такой лоток И мы действительно интересно катаемся Выбираем Время вечернее По таким переулочкам Куда обычно там люди не заходят Я очень люблю старую Москву И такая экскурсия получается клевая, веселая Ну вот Так что приходите До 1 декабря Вы еще можете, значит, приобрести Естественно, цифровую копию альбома Планета.ру Да, Планета.ру Где все это происходит Ну вот Всякие там наборы дисков и так далее А может быть вам захочется Там вот урок взять электрогитары Или акустики Я вот акустику преподаю Ну вот Или на мотике покататься Это все еще пока сезон Ну и может весной Когда сезон снова откроется Кто опоздает Покатаемся весной Иншалла А мальчиков катаешь? Нет, там Вот почему-то Почему-то до сих пор Ни один мальчик Это не по... А не, там вообще был прикол То есть первое катание То есть я приезжаю Жду девушку Так по разговору поговорили Она такая Да-да-да Ну вот я приеду Там все Значит, я приезжаю Будь здорово Ко мне подкатывает Огромный мотоцикл Триумф Который стоит Как полной квартиры Да Вот И на нем сидит Такая герла огненная В полном боевом прикиде Значит, в полной защите Говорит Здравствуйте Говорит Ты хочешь сказать Что я тебя вот Значит, после этого На своем мопедике Буду катать Вот Говорит Поехали просто кататься И мы, значит, с ней там На пару рассекать На следующий день Раз приезжает тоже Семья байкеров Приезжает на мотике Вот Он говорит Я вот жене подарил Значит, пересадил жену Свою Ну, у него тоже там Мощный мост Классный Но, тем не менее Он ее пересадил Ко мне А сам укрепил На бензобак камеру Ну, вот так фильм возник Про наши прогулки Вот Ну, и потом Пара девушек катала А я к чему-то Это все Были ли мальчики Да, вот Мальчиков пока не было Просто у нас там Весовое ограничение У меня мотик маленький На него больше 75 килограмм Катить как бы неохота Вот В том смысле Он может это Сплющиться Вот Поэтому, значит, вот До 75 кг Ну, если есть мальчик До 75 кг Покатаются В кайф Чего нет Все нормально Как хорошо На самом деле Когда у людей Есть креативное мышление И кроме всего прочего Такое Я бы сказал Легкое отношение К жизни К окружающему Пространству Когда приезжает Как я понимаю Рыжая там Огненная герла В полном прикиде Да еще на своем Крутом мотоцикле Просто чтобы покататься Рядом Ты понимаешь Какой кайф Ты понимаешь Что это значит Она еще за это и заплатила Она 5 тысяч Отдала на поддержку Группа За то Чтобы просто Вместе покататься Да прикинь Клево Клево Многие мужики Ей бы заплатили Чтобы с ней рядом покататься Да Аня Мы еще кстати Поменялись мотиками Потом Я на триумфе покатался Какой космос вообще То есть ты деньги И не вернул Не Давай петь Серега дальше Ладно Еще песен Да Конечно Еще много песен Что это будет Чоп Ну как всегда Начинаешь наигрывать И сразу понимаешь Как всегда Живой звук В программе Живой Здесь сегодня Сергей Калугин Поехали Ну песнями Которые ни одно Наше выступление Не обходится Будь то группы Трио Там как угодно То есть это такая Визитная карточка От которой никуда В юга над сердцем мое Словно 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 дух Что носился На бездну Кружится ветер В полярной Сияющем гле Пробираться Пополос В снегу Под чужими Страшными звездами Падать и вновь Подниматься Вот все Что могу Словно дух Словно дух Словно дух Словно дух Словно дух Нет иного рассвета Чем в нас В нашем сердце Огонь Озарящей стороны Света Поднимайся Мой ангел Вперед Как рождаются Ангелы Так возникают Миры Так из пламени Наших сердец В черном небе Полярной зимы Загорается Новое солнце И великие земли Поднимаются Из густоты Замерзающий рыцарь Шагает вперед Из упавшего тела Замерзающий рыцарь Смеется Пусть Вальда Пламя Изнутри Это Пусть Пусть Вальда Воинство Зари Пусть Пусть Хвост Льды В каждом Сердце Пламя Бьется Пусть Пусть Сквозь льды Вечный Пусть От сердца К солнцу Пусть Вальда Пламя Изнутри Это Пусть Пусть Вальда Пусть Вальда Пусть Сквозь льви вечный путь от сердца к солнцу. Да, одинаково хорошо она и интересно звучит, что в акустике, что в полном звуке действительно визитка. Вот Игорь Лыцаков спрашивает, Сергей, часто ли персонажи ваших песен, это реальные люди, и узнают ли они себя в песне? Ты знаешь, я вообще на самом деле, поскольку мы, как все художники, существа страшно сконцентрированные сами на себе, то в основном мы поем сами про себя. Есть единственный, наверное, случай, когда я писал песню, осознанно имея перед глазами человека, который при этом никакого отношения к происходящему в песне не имеет, но почему-то именно факт источника на белом свете сподвиг меня к написанию этих песен. Значит, эти люди, во-первых, девочка Женя, из которой получилась песня «Стоп, Женя, стоп», и, во-вторых, замечательный совершенно малый, который очень тонкий, умный человек, он мне как-то делал паркет. Я его вывел в качестве паркетчика Сумеркина в песне «Последний фараон». Ничего, нормально, так у парня. Да, да, да. Вот, пожалуй, так. А больше случаев не припомню. Массов. Нет, массов. А мне вообще, слушай, вот так начни вспоминать одно, другое есть. Да, действительно, про массового. Вот я сегодня пел песню. Он, слава богу, живой, здоровый. Вот. А все остальные? А кто все остальные? Про кого ты сочинял песню? Надеюсь, что с ними тоже все хорошо. Просто хорошо это звучит. Про массового, да, сочинял он, слава богу, живой и здоровый. Да нет, просто то, что я про массового-то написал песню, я ее написал, почему? Потому что мне показали как-то раз его картины, и после этого я 10 лет на нем никакого упоминания нигде не находил. Я думаю, он, наверное, помер давным-давно в безвестности. Значит, написал песню, в которой его похоронил и поплакал по этому поводу, да. И выясняется, что он живее всех живых, значит, очень ему понравилась песня. И самое главное, что вот в чем счастье получилось, то, что благодаря этой песне к нему под старость лет в Пензу, где он живет, образовалось хиповое паломничество. То есть, как бы, теперь народ к нему ломится, он, значит, устраивает выставку, показывает. Да, он вот в некотором роде так вот чуть-чуть призвездил это сабэп. Но это же клево. Это очень, то есть я, на самом деле, безумно рад, потому что художник гениальный, и действительно его знали там единицы. А теперь он стал фактом, вот культура, по крайней мере, андеграундная, то есть к нему ездят. Клево. Клево. Я вот что хочу, мы сейчас о концертах тоже должны поговорить, но я вдруг решил, что надо об этом сказать вслух. Мы планировали на нашем юбилейном концерте, который состоится 1 ноября в клубе Вольта, увидеть Оргию Праведников. Но оказалось, что 1 ноября Оргия Праведников играет в городе Санкт-Петербург. Есть такое дело. К сожалению. Я сейчас признаюсь, сказать, тебе и всей твоей поклоннической армии фанатской не говорю, потому что это к вашей аудитории не имеет никакого отношения. Фанатизм это не составляющая часть... Культа Оргии Праведников. Культа Оргии Праведников. Там все гораздо более интеллигентно, скажем так. Так вот, 1 ноября группа Оргия Праведников играет в Санкт-Петербурге, поэтому 1 ноября, к сожалению, группа Оргия Праведников не сможет сыграть на нашем концерте в честь годовщины. Нам год уже 26 октября. А 1 ноября мы это событие отмечаем. Так вот, 1 ноября в клубе Вольта в 6 вечера начало. Имейте в виду, начало в 6, значит оно в 6. Мы планируем и видеотрансляцию, и аудиотрансляцию. Соответственно, начнем мы ровно в 6. Сбор гостей в 5. Там выступят очень интересные коллективы, такие как Чехантем, например, Николай Гринько и группа Грин, Мордор, Оберег, Артерия, ДМЦ, Нободи Ван и... Не скажу кто, но будет несколько умопомрачительных сюрпризов, уважаемые мои. Ну, один как минимум совершенно сногсшибательный. Мы не стали вписывать в афишу для того, чтобы сохранить некую интригу. Но если вы не придете на это мероприятие, вы потеряете роскошную возможность увидеть этот сюрприз. Причем это музыкальная группа, которая сыграет полный сет. Но их нет в афише. Мы держим эту интригу. Никто даже на радиостанции, подчеркиваю, никто не знает о том, кто это будет. Вот ни один живой человек. И, ну да, нет, ну подождите, кроме меня и Юли. Да, вот мы вдвоем знаем об этом. Если информация просочится, то она может просочиться только от меня и от Юли. Если не от меня, то от нее. Поэтому это мы сохраним в дичайшем секрете. Но те, кто придет на концерт, поймут, почему мы сохранили это в секрете. Потому что об этом потом будете вспоминать не один год, я уверен абсолютно. Итак, 1 ноября, Клуб Вольта, концерт в честь годовщины эфира, работы, существования станции «Свое радио». А твои концерты, кроме 1 ноября, когда ближайшие? 23... 16 октября. 16 октября где? 16 октября мы группой играем в телекрический концерт в клубе «Театр». Это Бауманская старая басмана, бывшая рок-лаборатория, если кто знает, из старого режима товарищей. Ну вот, значит, на старый басманный клуб «Театр», мы в нем 16 октября, вот уже скоро, играем в большой электрический концерт, пожалуйста, приходите. Ну вот, то самое, как говорил Паук, угарим. Вот, значит, чего еще у нас? 23 октября. 23 октября это мой сольник, а где? Извини за гогат. Ты не знаешь, где? А, в бывшем точке сборки. 23 октября я в точке сборки с сольной программой, да, так что вот тоже приходите, там уютно, хорошо. А 1 ноября уже, соответственно, Сад Петербург? А 1 ноября это Петербург, клуб, клуб, опера холл, да. Полный звук? Да, тогда было электрический тоже концерт. Новый концерт, то есть первый электрический концерт в новом клубе, они вот только-только открылись. Клуб, кстати, по-моему, очень клевый. То есть вы его открываете, по сути дела? Не, ну там, конечно, уже идут во все концерты, но для нас это, как бы, тоже открытие клуба, он вообще такой пафосный. Это бывший ДК Цурюпа, там такая сцена, блин, с амурчиками клево. Ну что, надо закрыть этот час чем-нибудь, а дальше пойдем на паузу, после чего еще целый час времени. Ну, у нас 5 минут, ну, 4 минуты. Давай, не длинь. Женю, раз ты упоминал. Не-не-не. Я вот как раз упоминал про паркетчика Сумеркина, вот я, значит, спою. Как всегда, живой звук программы «Живые» здесь сегодня в Терке и Калагин. Как бы, человек берет в руки гитару, все-таки подразумевается, что он на трех аккордах что-то должен сыграть, да? Поэтому он... Давай, давай. Стоял суровый месяц яйцезвоней, светила в небе напряженная луна. Паркетчик Сумеркин отправился в погоню за тщетным призраком крепленного вина. Вдоль овощного на проспекте ветеранов судьба гнала его по финишной кривой. Зачем следили сквозь окошко ресторана полковник Ночка и доктор Снеговой? Спустя мгновение опустим все детали. Трамвай Шатун издал во мгле голодный бой. И разом встали, и допилицы нам дали полковник Ночка и доктор Снеговой. В холодном морге института Гемгольца паркетчик Сумеркин забыл со смертным сном. И снилось пиво, снились радуги и кольца, и три горшка с каким-то греческим огнем. Обутые валенки с навшенной коньками, произведенными заводом металлист. Паркетчик Сумеркин на свет Нермонакай скользил от помыслов и угрозений чист. Но в этот миг под своды старенького морга плечом к плечу вошли чеканья с троевой. Полковник Ночка скалепа с шакальей морды, с ним рядом клювом щелкал доктор Снеговой. И содрогнулась вся наличная природа, когда полковник обнажил свои щипцы. Вблизи анабы раступились в море воды, а в небесах противно плакали скопцы. Уже просунувший конечность просветления, несчастный Сумеркин был выдернут и смят. Вокруг возникли пирамиды и ступени, и верный стража ослепительный отряд. И услыхав над Нилом крик голодной выпей, паркетчик понял все и пал без чувств на трон. Вот так навек ушел в мистический Египет, паркетчик Сумеркин, последний фараон. Иного доктора манит чужая почка, иной полковник развлекается травой. Таким полковником не друг полковник Ночка. Таких врачей не любит доктор Снеговой. Они снимают в коммуналке возле Курской 16 метров и полкухни на двоих. Их каждый вечер ждет бутылка старорусской, плюс две глазуньи и таинственный жених. И знай, куда бы ни легла твоя дорога, во след тебе идут, как призрачный конвой. Полковник Ночка, он великая подмога, и свет надежды, в смысле доктор Снеговой. Полковник Ночка, великая подмога, и свет надежды, доктор Снеговой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Клубе Вольта в шесть вечера вы сможете посетить замечательное мероприятие. Год, честно говоря, я всегда говорил, что мы пришли надолго, если не навсегда. Но год прошел, заметить не успел. Это всегда так быстро пролетает время. И теперь мы решили, что это дело надо как-то отметить. И будем всех рады видеть. Ну что, пока что прерываемся. Через, как я сказал, 5-6 примерно, там чуть может быть больше минут, мы вернемся в студию и продолжим. Ну что же, давайте-ка продолжим тез. Сейчас напомню, сегодня в программе «Живые» Сергей Калугин. И мы получаем массу удовольствия от общения, от музыки. И, само собой, радуем вас. Надеюсь, сильно. Пауза была долгой, поэтому стоило бы, наверное, начать сразу с песни. Что это будет? Ну почему нет? Чего тянуть-то? Хорошо, он пока не знает, что это будет. Я сам не знаю, что это будет. Да, поэтому, как обычно, Сергей начинает наигрывать, и потом понимает, что он будет играть, и что он будет петь. Мы пока подождем. 46-47, короткий номер для СМС-ка. Ваших сначала свои, пробелы, дальше ваше сообщение. Поехали. Звезды и годы, лица и тени, Снов хороводы, хитро сплетенья. С каждой минутой бегство из рая. Я забываю, мы забываем, Что наш великий Господь Это маленький мальчик, Совершенный Господь. Просто маленький мальчик, Всемогущий Господь. Это маленький мальчик, Беззащитный Господь. Пьяные споры Волчьи метанье, Булудные взоры, Страх воздаяния, А в поле над пропастью, В метре от края, Маленький мальчик, С ним не играют, И он наш великий Господь. Этот маленький мальчик, Совершенный Господь, Этот плачущий мальчик, Всемогущий Господь, Потерявшийся мальчик, Беззащитный Господь. И которую ночь, Разбитавшись в бреду, Я хриплю и плыву В алкогольном поту, И бегу, Бегу через поле, Он один в этой тьме На пустом берегу. Я успею, мой маленький, Я помогу, я иду, Я здесь, Я уже скоро. Я воссиял великий свет, И отделился свет от смы, и велись сонмище планет, и солнце, жар, и блеск луны, и звери шли за родом ров, и населяли круг земли, от ледяных его высот до преисподней глубины. И этот мир, и эти сны, и всей вселенной дивный шар нам лег в ладонь, как робкий дар. — Вот. Тоже еще одна песня, без которой не обходится. — Не обходится, я уверен. — Кстати, тут надо сказать, что вот эта песня и в предыдущем «Путь во льдах», «Путь во льдах» вообще целиком, а в кетчере, который я сейчас пел, большая часть, это музыка нашего гитариста Леши Буркова. Вот. Просто это необходимо упомянуть. Мы в последнее время работаем коллективно, вот, и много музыки пишу уже не я, а пишут ребята из группы. — Ну, это же клево. Сколько лет понадобилось для того, чтобы ты к этому пришел? — Да нет, ну, они всегда изначально работали с музыкой, да, вот, я уже в это вписывался каким-то образом, как составляющая часть. — Стихи. Пришло время, пришло время продолжить читать стихи. — Продолжить чтение стихов. Так, значит, у меня там все окончалось. А, во, кстати. Значит, второй сонет из второго жентра. А там в первом языке последняя строчка была «Внимающих себе как приговору». Вот, значит, с нее и начинается второй сонет. — Браво! — Браво! Как хорошо сидим, черт возьми. Тут массу раз, массу раз, не один, по-моему, человек задавал вопросы про книги, а почему-то Артемий Плынский упоминает товарища Умберто Эйко «Нулевой номер». А если читал, то какие впечатления остались? Я уже не знаю, почему именно об этой книге идет речь. — Какая книжка я прослушал? — «Нулевой номер» Умберто Эйко. — Нет, еще не читал. Ты новое что-то, я так понимаю. — Вероятно, да. Просто раз человек об этом спрашивает, и судя по тому, что я вижу по его аватаре, это, видимо, кто-то из твоих постоянных и из твоей группы, имею в виду ВКонтакте, раз человек об этом спрашивает, я полагаю, что, может быть, ты делишься с народом у себя там, в сообществе, тем, что читаешь, например, какие вещи перед тобой проходят, какие впечатления у тебя появляются после этого. Если так, то расскажи, пожалуйста. — Это немножко сродни вопросу, который я всегда говорю. Какие-то три самые страшные вещи можно сказать женщину-мужчине. Скажи мне, о чем ты думаешь, сделай что-нибудь, или скажи мне что-нибудь. И вот после этого ты молниеносно впадаешь в лютый ступор. — Да-да-да, я тебе скажу больше. Я как-то неоднократно на эфире говорил, что подобные вопросы, и у меня тоже вызывает ступор, потому что человек может много читать, реально. Но когда я его спрашиваю, что ты читал последнего, вдруг он... — Черт, я не помню. А не потому, что не помню, потому что не помню. — Ничего, а потому что много чего читали. — Просто много чего, в том и дело. Поэтому эти вопросы не всегда удобны. Но, тем не менее, я же еще раз говорю, раз речу это о конкретной книге, то, может быть, ты у себя в сообществе делишься с людьми. — Не, ну, бывает, бывает, конечно. — Поэтому если что-то было, то поделись. — Вот. А, ну вот я как раз самое, только что Нового Пелевина прочел, причем как-то интересно получил. Значит, я, ну, думаю, вроде Новый Пелевин вышел, надо, в конце концов, его купить. Я как раз удалился в творческую командировку. Ну вот, на пять дней меня группа отправила, запятила за город, чтобы я что-нибудь новенькое написал. Ну, я написал. Вот. Ну, значит, и в дорожку я взял с собой Пелевина. И он меня потряс феерическим творческим приемом. Значит, я читаю, думаю, тут невероятно, как что делает человек. Герои выпрыгивают, как чертики из табакерки, и, как бы, претендуют на то, что ты их уже давно знаешь, как бы, и в теме. Я думаю, вон, интересно, как бы, никогда такого не встречал. Дочитываю до конца, и выясняется, что то, что я прочел, это была часть вторая. Вот. Поэтому я, значит, я теперь не знаю, что я делаю. То ли хотите покупать часть первой, то ли, как досада, потому что я знаю, чем дело кончится. Вот. Ну, по крайней мере, насколько я могу судить по части вторую, хорошо. Вот. Так, так. Ну, Блюна, а что они сделали? Они, судя по всему, два одинаковых абсолютно тома, и там они отличаются. Вот. Там одна маленькая там циферка где-то там на черепке, на обложечке. Просто отличить от... — Так бывает с людьми, которые вдруг неожиданно для себя открывают, например, Харуки Мураками. Да, у Мураками всё одно заодно цепляется. То есть все его произведения, они как бы перетекают одно в другую. Ну, не все, конечно. — Ну, целый мир такой. — А у него свой собственный мир, который он создал. А нам повезло в том плане, что мы начали читать с правильной книги так, чтобы потом не путаться. Я вдруг представил себе, если бы я взял в Харуки Мураками, ну, другую книгу, скажем, те, которые были позже, то у меня были бы те же самые ощущения. Почему эти герои так здесь увесистые, так как будто бы уже давно должны быть? Я не понимаю, почему. Потому что он постоянно какие-то делает отсылы не на книги, а на какие-то бывшие истории. А этих историй я могу не знать. Так что нужно, наверное, заранее предполагать, да, с чего начинать того или иного автора. Знакомство с тем или иным автором. Значит, Александр Шмелёв пишет вот что-то. Доброй ночи, Сергей Семён. Привет вам из дальневосточного Благовещенска. Широка страна. У нас тут за окном глухая ночь. Я не могу пропустить такое событие, но не смотреть же потом видеоверсию, когда можно посмотреть живой эфир. Спасибо вам, Александр, что не спите в это время. У вас поздний час, действительно. Спасибо за то, что вы с нами. Широка страна моя большая. — А, кстати, может быть, скоро я туда доберусь. По крайней мере, в Благовещенске я не буду, да? — Хабаровск, Владивосток всё-таки планируется, я так понимаю. — Южно-Сахалинск. Вот Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск. — Это когда? — Следите, если получится. — Когда? Начало ноября, да? Смотри-ка, уже скоро. То есть, получается, люди сейчас не зря слушают. Они уже проникаются тем, что будет у них происходить. Я думаю, что Александр Шмелёв тоже, в общем, позволит себе сходить на концерт. — Да, я был бы очень рад. — Скажи, пожалуйста, ну, сегодня у нас такая тихая, спокойная здесь обстановка, атмосфера, потому что Оргия Проведников не в полном живом и металлическом, ну, я имею в виду электрическом звуке, а ты вот с гитарой, но ощущения ровным счётом те же, кайфовые. Когда слушаешь эти песни, когда, само собой, музыка звучит и льётся, вот ты-то сам, что больше любишь, вот в твоём понимании? Что для тебя дороже, ближе, что тебе ближе, скажем, вот такого рода выступления с гитаркой, когда ты можешь глаза в глаза с аудиторией, либо полный звук, когда аудитория колбасится? — Нет, ну, конечно, с группой прикольный, вот, потому что я уже этот самый, как-то, в общем, гигантомания мне свойственна, как и всем нам, вот, и мы с чем-то надеждой, что вместе у нас получается нечто великое. Вот это вот ощущение величия, значит... — Нет, от скромности ты не умрёшь, я понимаю. — Я способен переживать и сам по себе с гитарой, да, вот, но с группой оно как-то усиливается сильно, да, вот, поэтому круче-круче намного, то есть это наркотик более страшный, вот. — Ну, да, да. — Сегодня здесь не настолько великий Сергей Калугин, как если бы это была группа целиком. — Чуть не менее великий Сергей Калугин, потому что он без ансамбля, но, тем не менее, приятных ощущений от этого меньше не стало. Давай дальше петь. — Давай, хорошо. — Что это будет? Понятно. Он пошёл размышлять сейчас с гитарой, так что я даже не пристаю. Ждём, когда он решит, что же в конце концов прозвучит дальше. 46-47, свои пробелы дальше. Да? — Ты сейчас с кем разговаривал? — Я с собой пока что. С аудиторией я пытаюсь вести беседы. А ты не отвлекайся, ты думай. — Хорошо, хорошо. Думай, думай, пока что ты будешь петь. Не забывайте, пожалуйста, отписываться в группе ВКонтакте под анонсом. И опять же в чатах. Отосюда мы пытаемся ваше сообщение выуживать. Калугин думает. Ну, давайте подумаем вместе. — Ну, я так пойду по старой теме. Горный Китай, монастырь Джанчжоу. Некто спросил у линзы, что есть мать. Алчность и страсть есть мать, — ответил мастер. Когда сосредоточенным сознанием мы проникаем в чувственный мир, мир страстей и вожделений, и пытаемся найти все эти страсти, но видим лишь стоящую за ними пустоту, когда нигде нет привязанности, это называется убить свою мать. Я сомневался, признаю, что это сбудется с ним, что он прорвется сквозь колодец и выйдет живым, но оказалось, что он тверже в поступках, чем иные в словах. Короче, у утра было ясным, не хотелось вставать, но эта сволочь подняла меня в 6.35. Я спросил я, понял только одно, меня не мучает страх. Когда я выскочил из ванны с полотенцем в руках, он ставил чайник, мыл посуду, грохоча в торопях, и что-то брезжило, крутилось, нарастало, начинало сиять. Я вдруг поймал его глаза, в них искры бились ключом, я стал больше, чем я был и чем я буду еще. Я успокоился и сел, мне стало ясно, он убил свою мать. Я смотрел ему в глаза, в них искры бились ключом, я был больше, чем я был и чем я буду еще. Я сказал себе опять, невероятно, он убил свою мать. И время встало навсегда, поскольку время стоит, а он сказал, что в понедельник шеф собрался на Крит. Короче, надо до отъезда заскочить, к нему работу забрать. И он заваривал чай, он резал плавленый сыр, а я уже почти припомнил, кто творил этот мир. Я рассмеялся и сказал, ну как ты мог, она же все-таки мать. И он терзал на подоконнике плавленый сыр, а я уже почти припомнил, кто творил этот мир. Я сказал ему, убийца, как ты мог, она же все-таки мать. И он сидел и улыбался, и я был вместе с ним, и он сказал, ну ты ведь даже стал собой самим. А я сказал, найти не трудно, но в десятки раз сложнее не терять. И будь любезен, прекрати в своей жизни радостный бред. Ты видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя ответственность отныне безмерна. Ты убил свою мать. Изволь не беда прекратить в своей жизни радостный бред. Ты видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя ответственность безмерна. Ты свободен. Ты убил свою мать. На дальней стройке заворочался проснувшийся кран. Стакан в руке моей являл собой только стакан. И первый раз за восемь лет я отдыхал. Во мне отсвела благодать. И мы обнялись и пошли бродить под небом седым. И это небо было нами, и мы были одним. Всегда приятно быть подольше рядом с тем, кто убил свою мать. И мы обнялись и пошли бродить под небом седым. И это небо было нами, и мы были одним. Всегда приятно чуть подольше быть с тем, кто убил свою мать. Один, два, три, четыре Один, два, три, четыре Ты знаешь, что меня сейчас удивило? То, как реагирует аудитория, ну, понятно, твои постоянные слушатели, на эту песню Вот, например, Оксана Балкова пишет А, мать на радио, мир за этого эпохальное событие Ах, как же она великолепна Мать, то есть Мать, 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 уи, Елизавета Ларина пишет Вот это вот ничего себе, Александр Шмельев А что такого, почему ничего, почему такая реакция странная? Песня как? Песня в плане... Не ко мне вопрос, а с вами ребят В плане песня хорошая, но если вы, допустим, я предполагаю Такого, конечно, не может быть Это же Калугин, это же не кто-то другой Это же не Пух, например Матерных песен он, в общем, ты же не поешь матерных песен? На радио? Я и подумал, может быть, в этой песне есть зашифрованность какая-то Которую на концертах ты себе позволяешь А в эфире, конечно, ты этого не сделаешь Почему у народа такая странная реакция? Не, ну она шокинговая такая, в общем, песенка Ну, хорошая Ну, в общем, все умеренно, на самом деле Это же из того же цикла, что Келлина на раб Там, вот, или известная песня Неумоева Не будем ее цитировать в прямом эфире В общем, в традиции рок-н-ролла вполне Странная просто реакция Но мне понравилось, они как-то так вдруг встрепенулись Ну и клево-клево Клево-клево, да Клево, вот Александр Шмельев пишет Семен, ничего себе Значит, а нет, вот Дарьяна Лорко Простите, потрясающе Простите, Семен, день рождения радио, днем рождения радио А я за Лоргией в Петербург поеду Умница Дарьяна, умница? Ну, какие же вопросы? Просто никаких претензий быть не может Это, по-моему, естественно Просто мать с предысторией давно не звучала Пишет Игорь Лысаков А что за предыстория? А, это вот это вот вступление Вот это В китайском стиле А, вот в это Вот, оно мне так надоело Что я много лет его просто Ну, а что-то на радио думаю Представляешь, как сидит какая-нибудь так Пылкое создание Все из себя невинное Пальчиками трепещет Ну, такое Садамазо, да Вдруг Вот, Оксана Что не совсем шокировать Я, значит, все-таки вступление сыграл Оксана, она все-таки объясняет Это старые анекдоты Старая мечта В кавычках дальше идет Как бы прямая речь Поставьте на радио Убить свою мать А турги и праведника Ну, собственно говоря Поставить не поставили Но Калугин ее спел В том виде, в котором Он ее и произвел в свое время Так что все случилось Сергей, добрый вечер Вопрос у всех творческих людей Бывает Это Максим Зверев пишет Бывает Такие моменты Блин, не прет Вот что вы в такие моменты делаете? Как боретесь с застоем? Терплю Понял Часто приходится Терпеть-то Надо переживать просто И все Нет, ну Я тогда от себя немножко расширю вопрос Бывают же такие периоды Когда не то, что руки опускаются А кажется, что все, что ты делаешь Все не так Все неправильно Все не прет Ну, не туда Не так надо было бы Как ты борешься с этим? Вообще, на самом деле Ты знаешь Вот когда У тебя запор И начинается интоксикация организма Тебя так не прет Вот ты думаешь Вот Биг Мак Как я его любил Но почему-то меня не прет И почему-то меня как-то вот ломает И как-то все А потом Вдруг Вдруг понимаешь Потом приходит Вот оно в чем дело Бабах, да И снова Биг Мак Короче, надо перетерпеть Да В общем, тут просто Главный рецепт от Калубина Не решает принять слабительное В таких смыслах Надо перетерпеть Это как в старом Безумно старом анекдоте Когда Сейчас не буду всю его предысторию Там финал такой Как бедный человек После революции Подходит к богатому Вполне себе престижно одетому Говорит Господин Будьте добры Дайте копеечку Очень есть хочется Я не ел уже почти неделю Тут В основном Глядя сверху Ну Друг мой Тут надо с собой, конечно Бороться Кушать нужно Что будет дальше? Так Дальше Дальше будет Надо перестраивать гитару Понял Ну пока перестраиваешь Я заодно тут посмотрю Чего еще Пишут Вот Игорь Лысаков Например Мега привет из Израиля Слушаем животрепещем Ой Да Да Ну нет Что-то так подпрыгнуто У нас много людей Которые слушают эфир Не только в России А давайте так Вот раз уж так Калугин сейчас вздругнул Давно я этого не делал Дайте перекличку Пока будет следующая песня Напишите пожалуйста Города из которых Вы слышите Слушаете радио Сегодня слушаете программу В данный момент И города и страны Было бы любопытно Я думаю Сережа Потом почитать эту историю Чего будешь петь там? Вот что Я вспомню Очень забавную песню Я ее бесконечно люблю Вот Это Песня называется Стикс Значит я ее сначала Написал в виде такой Коротенькой баркароллы Вот И значит принес В группу И говорю Ребята понимаете Какая штука В этой группе нет Предпоследнего Самого главного куплета Потому что то О чем в этом куплете Надо сказать Я слова им Сказать не могу Это невербализуемо Вот Поэтому говорю Давайте что-нибудь С музыкой сделаем И Алексей Николаевич Значит наш гитарист Говорит Ща Ща все будет Вот И взял в руку гитару И прямо вот Значит Чуть ли не в режиме Импровизации Принялся рассказывать Музыкой о том О чем нельзя Сказать словами И как раз Вот это вот Длинная Инструментальная Середина этой Вещи Ну и там Какие-то моменты То есть Это вот Лешек Значит рассказывает Звуками О том О чем нельзя Сказать словами Песня длинная Настраивайтесь на Длинное прослушивание Называется она Стикс Как всегда Живой звук Программа Живые здесь Валерий Сергей Халугин Поехали Музыка Тайный чел В ночи бескрайней Вдаль скользит По глади вод Мерно весел Колыханье Звезд исполнен Небосвод Звезд исполнен Небосвод Мимо тихо Проплывают Стены Площади Мосты Ангел милый Я все знаю Мир Лишь тень А ты я И ты Ангел милый Что с тобою Отчего Ты так Бледна В темных Безднах За кормою Взгляд нам Движется Луна Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Меркнет Гаспера сиянье Не приложен ход планет Вот и кончилось катание Приближается рассвет Приближается рассвет Приближается рассвет Чайка подзавис так немножко Слушай, это замечательное произведение В принципе, ты мог бы давать концерты просто, как гитарист, мне кажется Ну, петь одну часть концерта, а другую просто играть Это скучно Кому? Ну, мне Тебе скучно, а вот мне, например, кайфово Нет, ну это потому, что музыка наша, а мы кайфовы Марина Григорьева, ну да, ты сегодня не очень великий Марина Григорьева, ты же без ансамбля Да, но зато, как бы, тут много от Алексея Николаевича Буркова Потому что я играю один, но мы вдвоем тут с ним в данный момент Марина спрашивает, Григорьев, добрый вечер, Семен, спросите у Калугина Вот интересный вопрос, как ставится, на самом деле Много ли имеется текстового материала для следующего альбома и далее И какое у него ожидается настроение? Сереж, какое у вас ожидается настроение через полтора года? Да, Бог его знает Какое будет настроение у альбома и много ли материала? Ну, пока на данный момент Значит, где-то около шести композиций фактически готовы, но у них нет текста И есть две композиции, в которых есть текст, но которые не готовы Вот скажем так Ну... Это все Ну, это все, что я могу сказать, да, пока Все, что имеешь право сказать Да, я даже, по-моему, больше, чем я имею право сказать Спасибо, что у нас Ах ты гад Перекройте ширмой директора, пожалуйста Вов, ну я что-то должен был ответить Давай я так быстренько прибегусь по городам Я просил, народ на это откликается всегда Вот, например, Кейзерслаутерн, Германия Класс Локи в Израиле Локи в Израиле Локи, привет Вот, он просто сказал, что он так тебя... Ты его так, вернее, вспомнишь лучше Сочи, Иркутск, Перми, Воронеж, Волгоградская область, Калужская область Ростов-на-Дону, Гомель, Республика Беларусь, Воткинск, Барнаул Далее у нас тут Тюмень, Новосибирск, Миас Пенца, Алматы, Киев, Челябинск, Северск Это за то написано За что за то? Какой-то западно... А, это округ Извините, я вот где-то... Слови, это, по-моему, Забайкальский какой-нибудь автономный... Может быть, но тогда Т Объясните, пожалуйста, Станислав, за то, за что это? Воронеж, Санкт-Петербург, Таганрог, Калининград Пермь, Хайфа, вот, кстати Краснодар, Челябинск, Щучья, Курганская область, Мариуполь Что вся вообще, да, география Тюмень, Тюмень, Нижний Новгород, Челябинск Ну, Москва и Питер мы даже не употребляем Потому что понятно О, кстати, из Алматы, ребята, ребят Все, я никогда вас не доедем Придумайте что-нибудь Самара, Красноборск, Архангельская область, Ростов Уже был Ростов, Воронеж Был уже, значит Мать, как оказалось, фигня Вот, Стикс, это внезапно, спасибо огромное Очень длинное название города Значит, Пушкино, Подмосковный Скопин, Скопин, Скопин Лизанская область Алчевск, это Луганская область Домодедова Легендарная 15-я Парковая Напротив Дома Клеща, Сергей должен знать О, привет, ребят Руслан Ильинов написал, оттуда он там живет Ну, и так далее, в общем Хорошая география Здорово, здорово, очень приятно Роман Курдачев, вот что пишет Сергей Александрович, а чего Мощную Оргийскую Мотопокатушку-то будем ученять? Теперь уж по весне, видимо Погоды нынче нелетными стали Что значит покатушка Оргийская? Рассказывай А, ну, это вот на базе вот этих Катания дам, значит, на мотоцикле Я говорю, слушайте, просто столько такой Первая дама на собственном мотике приехала Вторые ребята приехали на собственном мотике Я потом смотрю, у меня там проблемы начались Из технического характера Я отписываюсь в сообществе Оргий Там, типа, ну, вот, ребят, там С гайкерами помогите там кто-нибудь И мне такой список, значит, советов Я понимаю, что на двух колесах там очень много народа у нас Я говорю, слушайте, давайте пока Погоды стоят нормально Устроим Оргийскую покатушку У всех, у кого есть Хош-триумф, хош-табуретка там и так далее Выкатимся все и с флагами прокатимся по Садовому Вот, значит Ну, идея немножко, она подзастряла Потому что народ как бы Лягерил достаточно бурно на эти самые Технические проблемы А на покатушку там сразу выкинулось несколько ребят Вот, ну, и в общем Они так постепенно начали накапливаться А тут пошли гастрольные всякие дела И вот мы немножко дотянули до Самые, до холодов Ну, в принципе, если потеплеет, то можно и в этом году А если нет, то весной выкатимся, чушь Ну, вот Лондон нарисовался, кстати, Алексей Ура! Грибчиш Канада, здесь же, да, и Штаты Ну, тут очень много Аудитория действительно широкая Спасибо интернету Так, Светлана Шибнева, вот что пишет Владивосток Ночное семейное прослушивание метро Несколько раз с визитом посещали центральные столицы Но Калугин слэш Орге В эти периоды гастролировали по необъятной И вот свершилось Калугин сам собирается на Дальний Восток Билеты уже куплены, ждем Возможно, еще в Хабаровск на концерт съездим Ловить момент Люди готовы ехать, понимаешь? Ну, это, кстати говоря, вот начинает Этот момент тебе как? Когда люди готовы, извини, что перебил Сейчас люди из Владивостока Готовы ехать в Хабаровск То есть в Владивосток тебя поймать На концерт сходить Потом поехать в Хабаровск следом Вот ты чувствуешь свою ответственность вообще? Вот звездность и величие Я безответственность Ты величие свое чувствуешь? Нет, 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 нет Не надо на меня никакую ответственность возлагать Нет, нет Но величие чувствуешь? Вот, ну, величие, да На самом деле я От таких вещей просто такой теплый шар в груди появляется Под названием «Любовь», да? Вот, то есть ты понимаешь, клево, вообще офигенно Вот, ну, еще, кстати говоря, я заметил, что У ребят, вот, если миновать Уральский хребет Там совершенно другое отношение к пространству То есть там мотнуться за полторы тысячи километров На концерт Это у них называется в соседний город смотаться Ну, потому что у них нет такой, извини меня, напичканности Москва — город избалованный Может быть, да Идешь по городу, увидишь кучу афиш Почему таких афиш? Думаешь, ё-моё, и эти приезжают, и эти приезжают Мировые звезды И люди думают Уже несварение желудка начинается Абсолютное причем До рвота и до тошноты Потому что думаешь, ну, что они сюда все повадились-то И, кроме всего прочего, у москвичей Ну, и у людей, живущих в Москве Есть ощущение, что я всегда успею Да Я всегда успею Это очень ложное чувство, да А никогда и не успеваешь толком А там, за Уральским хребтом Не так часто хорошие гости приезжают Хорошие музыканты И музыканты с величием Тоже редко заезжим Несомненно Несомненно, да Поэтому надо ловить момент Естественно, ты прав абсолютно здесь Извини, что перебил, но просто ты мысль поймал Очень хорошо, очень хорошо Я, на самом деле, много лет все мечтал Доехать до Владивостокских всяких Вот эти вот До Дальнего Востока, да И вот, наконец-то То есть Переговоры на моей памяти ведутся уже лет 20 Да, е-мое Да, и все 20 лет А, он далеко просто Срывается Далеко, далеко Да, да, да Как в том анекдоте О старом советском переговорном пункте Помните? Ну, те, кто помнит Те, кто постарше помнит Что это были такие пункты переговорные Куда надо было приходить 15 копеечные монетки бросать И как-то он там запищит Надо еще 15 копеек бросать И разговаривать Разговаривать приходилось сложно Сложно просто потому, что Не было цифровой связи Цифровой связи была аналоговой Вот-вот-вот И стоит человек так Маша! Маша, ты меня слышишь? Мальчик подходит Говорит, дяденька Что с вами происходит? Я в Мурманск звоню Так вы, может быть, поговорите в трубку Чего орете-то? Проще съездить Так вот, та самая история Как в этом анекдоте Действительно Иной раз не докричишься Слушай-ка, времени все меньше Давай, наверное, попоем еще Надо быть Как-то он так С таким А, если времени все меньше Значит, я напоминаю Я напоминаю Как бы у меня есть Карма Групповая Сайт Планета.ру На сайте Планета.ру Вы можете помочь Оргии Праведников Выпустить новый альбом Мы продолжаем собирать Средства На выпуск На организацию презентации Вот Мы хотим сделать большой Красивый праздник Поэтому, чем больше Будет от вас денежек Тем масштабнее будет Так сказать Празднество Вот Тем большее количество задумок Удастся реализовать Пожалуйста, не Так сказать Игнорируйте этот факт И Из того, что Необходимая сумма Как бы заявленная Уже набралась Ничего не следует Давайте еще Еще давайте Все в дело пойдет Все пойдет Вот я Пропевать не будем ничего Все пойдет в дело Что это будет? Понял, что? Извини 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 Да я как-то не даю Извини, прости Попроси засранца Не подумал А у тебя может Какое-нибудь пожелание есть? У меня? Да У меня пожелание Чтоб ты пел Все, я понял Не важно что Главное, чтоб ты пел Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Сергей Калугин И вот я вышел из дома Освоив науку смотреть Я посмотрел на мой город И город был тусклым Как смерть Все изменилось Пока я учился Читать имена Чужая небо Чужие дороги Чужая страна Я подбросил монету Сказав себе Зло и добро Монета весело Встала Три раза подряд На ребро Я проверил карманы Наш спички И карты небес Из-за подкладки Плацкарты Билет Туркестанский экспресс Вакцал сначала Был полонок ночи Совсем опустел А я забыл разузнать Сколько нынче берут за постель И мертвый голос Как пойманный ангел Метался в дверях И говорил О ненужных нестрел Как платформах путях Я купил папиросы И после купить вино И полопьяный буфетчик Спросил меня Глядь в окно Послушай, милый Ты точно не знаешь Что делаешь здесь? А я ответил Следящий Я жду Туркестанский экспресс Последний в этом году Туркестанский экспресс Подали поезд Я отыскал свой девятый вагон И проводник попросил документы И это был он Он удивился Зеленая форма На что так смотреть? А я сказал Господин мой Я здесь Я не боюсь Умереть И я ушел И включился Когда проезжали Уфу И мне какой-то Все объяснял Что такое Кунг-фу А с верхней полки Сказали Надежный Хороший Обрез А я подумал Я все-таки Сел Туркестанский экспресс Последний в этом году Туркестанский экспресс М-м-м-м-м-м М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м and а за багровым окном начиналась великая степь и проводник подошел и сказал мне возможно ты прав если так то поближе держись я покидаю состав и я не помню прыжка помню только удара песок потом он впереди я хромал и мы шли на восток потом он сел на траву возле ржавых заброшенных рельс и он сказал будем ждать здесь пройдет туркестанский экспресс быть может первый за век за весь этот век он первым прыгнул на буфер я повис до каких-то штырях и кто-то вышел курить меня втянули в погон на руках и мне сказали расслабься жить будешь лупи из горла она была в двух шагах но в этот раз ничего не смогла потом цепляли почтовый потом проезжали уфу я ушел и включился и поискатился в москву я посмотрел на мой город и город был новый живой и кто-то тихо сказал получилось а ты смотри получилось ну что с возвращением домой таркестанский беглец с возвращением домой еще одна песенка кстати ты имею ввиду что еще одну песенку ты спеть будешь должен вот я почему ваню сейчас построить а я к тому чтобы ты сейчас не сказал еще пить как всякий раз когда надо пить и так удивляешься как будто бы неожиданное было прожилание такое слушай-ка роман курдачев пишет задумчиво так в скобочку задумчиво а ведь поезд москва ладивосток наверняка не менее интересен туркестанского экспресса мы приехали из латилосок на поезда на самолет билетов не было уже тут ух тут уху кстати там все так по моему 7 7 вообще чума это можно мне кажется и родить и родиться в поезде невероятно далеко конечно имею ввиду поезда хотя если бы между на скажем центром россии россии и честно говорю про москву уже может быть до уралия до владивостока ходили типа летали как вот сапсаны такое да было бы конечно гораздо более кайфово и пролетало бы время быстрее почему насколько кстати понял из разговоров между членом москвой уже закурсировал сапсан вот я боюсь конечно что это что-то неправильно понял но по моему ребята там покупали билеты как раз куда владивосток черените не имею ввиду челябинск москва то есть туда туда они уже вроде как добрались эти сапсаны так что хорошо вот я говорю что хорошо был чтобы уже до восток тоже при такой таких масштабах и таких охватах страны огромное потому что не мелочиться делать как он во франции эти самые или вы как в японии японии да япония страна маленькая что там то японии знаешь когда мне говорят что китайцы я как-то подсчитывал да по поводу смертности когда там огромное количество китайцев погибло и так далее люди цинично шутят что китайцы им себе это могут позволить имею ввиду да цинично но тем не менее а я как-то однажды реально подсчитывал для себя просто любопытно стало уж простите меня китайские братья ни в коем случае ничего конкретно к вам не имею просто вот интересно стало а если каждый день каждый день подчеркиваю убивать по миллиону китайцев это будет 365 миллионов а это примерно равняется их рождаемости то есть по сути дела китай китайцы они не истребимая нация они умудрились извините на трахать столько себе подобных уж извините за такой оборот вот бы русские как-то об этом позаботились а то мы все потребляем и потребляем отдавать надо рожать надо страну увеличивать таким образом чтобы там они пятны по-моему не начали там по-моему какие-то иски здоровенные то есть родил еще одну уже разрешили по-моему был такой период когда второго ребенка иметь было нельзя а сейчас по моему разрешили по-моему разрешили по крайне хотя нет может быть и нет я знаю даже китайские семьи по которые перебирались в россию для того чтобы рожать больше потому что хотели больше детей а им народе этого делать не давали ну что у нас минутки три осталось вот за эти три минутки ты должен что-то спеть красивое напоследок я сообщу что завтра в программе живые еще одно чудо российской музыки группа тайм-аут мы будем отмечать не просто не просто будем эфир слушать это у нас будет новый год между прочим не чё ты говоришь а ну да мы поняли что матологически а какой еще матологический новый год у нас завтра а сережка логина мы прощаемся к сожалению да делать то время подошло ну последняя песня будет такая всем пока и пошел тайм-аут пастушка одель прибежала на лук ромашкам доверить беседу вчера в ее дом с предложением рук явились три юных соседа была пауль так весел а густав так мил а мартин сыграл ей на флейте цветочки откройте кто же искренним был малютку адель пожалейте адель пожалейте уж вечер настал и стоптанный лук лишился последней ромашки адель стебелек выпускает из рук сама чуть не плачет бедняжка еще бы ведь паули так весел густав так мил а мартин играет на флейте и кто из них сердце пастушки пленил адель не поймет хоть бейте а 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 Третья кружка пьет он, почный цель с капустой. И хоть подойдете, вы вряд ли поймете, он Пауль, Эль Мартин, Эль Гюстов. Льет, ри-хи, йо-ло, ри-хи, он Пауль, Эль Мартин, Эль Гюстов. Я-ха-ха-ха, ла-ло, 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 ла-ло. Мораль вывожу не за тем, чтоб смутить пастушек, невинных бедняжек. Мне просто досадно по лугу бродить, когда он лишился ромашек. Итак, пусть Пауль ваш весел, а Густав ваш мил, а Мартин отрода для слуха. Но все же три разных дороги дадут вам в итоге лишь красную рожу да брюхо. Льет, ри-хи, йо-ло, ри-хи, лишь красную рожу да брюхо. Льет, ри-хи, йо-ло, ри-хи, капустой набитая брюхо. Оу-яу!